Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем следующую тему. Это жизненный цикл тур-продукта. Вообще жизненный цикл свойственен не только туристическому продукту, но и любому другому виду продукта или услуги, которую он проходит в течение всей своей жизни. Он описывает эволюцию продукта с момента его первоначального появления на рынке до полного прекращения его реализации. Любой продукт, каким бы замечательным потребительскими свойствами он ни обладал, рано или поздно вытесняется с рынка другими более совершенными продуктами, и туристический продукт, он соответственно тоже является не исключением из этого. Среди продуктов есть долгожители и однодневки, но нет и не может быть вечного продукта, так как со временем спрос на него падает и получается от реализации прибыли настолько уменьшается, что дальнейшая торговля им становится экономически невыгодной. Особенностью туристического продукта и его жизненного цикла является то, что мы с вами не можем изобрести чего-то нового. То есть мы не откроем с вами новые континенты, не найдем с вами новые страны, мы будем использовать только то, что уже существует сейчас. Так каким же образом происходит развитие и жизненный цикл продукта в туристическом мире? Конечно же полностью прекратить свое существование тот или иной продукт не может, если мы с вами будем брать за основу именно туристического продукта какое-то определенное направление, например Турцию, Египет, Эмираты или что-то еще. Только в случае, если случится катастрофа вселенского масштаба и данные регионы или дестинации перестанут просто существовать. Но внутри каждого из этого региона или дестинации существует определенный туристический продукт, который будет иметь свой определенный жизненный цикл. Например, если мы с вами будем говорить о выставках или каких-то мероприятиях, которые имеют определенную продолжительность в определенный период времени, фестивали, какие-то концерты. Под них всегда будет создаваться тоже определенный продукт, который будет иметь свою определенную продолжительность и свой определенный жизненный цикл. Итак, что в себя включает и что поднимается под жизненным циклом туристского продукта? Измеряем мы это понятие, как и любого другого в двух плоскостях. Это продажи, если мы будем с вами смотреть, и, соответственно, время, в течение которого оно существует. У жизненного цикла существует несколько этапов или несколько точек роста и развития. Первый из них это ведение продукта на рынок, далее идет рост, затем идет зрелость продукта, дальше идет его спад и, соответственно, смерть. Но в случае, опять же, туристического продукта не существует такого понятия, как смерть для того или иного района, курорта, региона. То есть они свое существование не прекращают. Поэтому сейчас то, что вы видите перед собой, это классический вариант развития жизненного цикла продукта, это когда идет планными волнами сначала возникновение, потом его подъем, достигается точка насыщения, точка роста, которая является пиковой для любого продукта или услуги, и затем наступает спад. А впоследствии, и когда теряется полный интерес к тому или иному продукту или услуге, наступает вот так называемая смерть. Но еще раз повторю вам, что для туристического продукта не существует такого понятия, как смерть, и мы тоже об этом с вами еще поговорим. Итак, что же представляют с тобой стадии жизненного цикла продукта? Итак, они характеризуются стадиями и реакцией производителя. Итак, первое – это внедрение. Начиная с момента внедрения, у нас с вами сбыт будет самый небольшой, то есть про это будут только начинать знакомиться, он будет пока еще неизвестен хорошо, так скажем, его начнут только прощупывать. Прибыль будет достаточно маленькая. Приток денежных средств будет, скорее всего, отрицательным, то есть вложения пока на данный период времени будут превышать прибыль, которая вкладывалась, соответственно, которая будет получаться от реализации данного продукта. Потребителями для данного товара, который только появляется на рынке, их называют новаторы. То есть это те люди, которые предпочитают что-то новенькое, пробовать еще что-то неизвестное, узнавать что-то, быть первооткрывателями, первооткрывателями, получать самое первое, самое по выгодным ценам, еще не испорченное, так скажем, еще и неизъезженное, то есть оплодать какой-либо так называемой новинкой. То есть они считаются новаторами, то есть первооткрывателями. Конкуренция незначительная, то есть чаще всего выходящий новый продукт на рынок пока что не имеет большой конкуренции в силу определенных обстоятельств. Либо это является эксклюзивностью продукта, либо это являются конкретные, только полученные эксклюзивные права на продажу, либо это вновь отстроенный отель, либо это вновь открытый курорт, на который еще пока никто не смотрел и никто пока еще не начинал заниматься его развитием. То есть это все то, что сопровождается с чем-то неизвестным. Стратегическая стратегия производителя на этот период времени будет это расширение рынка сбыта, то есть ему нужно как можно быстрее, как можно за короткий период времени покрыть как можно большее число территориально для продажи своего нового продукта. Далее продукт начинает свое развитие и набирает обороты и постепенно переходит к стадии роста. Сбыт в данном случае становится быстрорастущим, то есть интерес данному продукту нарастает, количество потребителей увеличивается, прибыль становится практически максимальной. Приток денежных средств здесь идет умеренный. Это связано с тем, что в первый этап внедрения, когда приток денежных средств был отрицательный, соответственно, когда наступает стадия роста, производитель начинает закрывать те издержки, которые были вложены на моменте старта продажи данного продукта. С точки зрения потребителей продукт становится массовым, то есть как можно большее количество людей уже становится заинтересованным приобретением этого, он становится популярным, известным, испробованным, и все большее количество людей хочет тоже попробовать этот продукт. Конкуренция начинает возрастать, потому что, соответственно, те же компании, которые занимаются данным направлением и данным видом продукта, тоже становятся заинтересованы в нем, и, соответственно, конкуренция начинает расти. Стратегический курс производителя – это проникновение вглубь рынка. То есть что это значит? Это значит, что достаточно большой рынок уже охвачен, но не охвачены все слои этого рынка. То есть если, например, этот продукт изначально был и позиционировал себя, например, как эксклюзивный или вип-продукт, вот тогда он начинает захватывать рынок, ему необходимо покрывать все большее количество, углубляться, то есть начинает задевать те слои, которыми он ранее не занимался. То есть необходимо адаптировать данный продукт так, чтобы он был интересен не только, например, востребованным и изыскательным потребителем, и был достаточно высок по уровню, но и занимать также средний класс и, возможно, даже эконом-сегмент. Далее наступает период зрелости. Здесь уже сбыт становится медленно растущим, потому что рынок насытился данным продуктом, он стал достаточно известен, он стал всеобъемлющим, практически каждый уже предлагает его, и недостатка в этом продукте нет. Прибыль на данном этапе начинает сокращаться, приток денежных средств еще все еще большой, за счет того, что на пике находится, соответственно, этот продукт, и по инерции люди покупают, покупают и покупают. Потребитель становится точно так же, точнее, остается массовым, и, соответственно, объем достаточно большой. Конкуренция самая сильная в этот период времени, то есть максимальное количество конкурентов занимаются одним и тем же продуктом. Ну и самая основная стратегическая цель производителя – это поддержание рыночной доли для того, чтобы не уменьшилось количество и не уменьшился объемы продаж этого продукта, чтобы он точно так же до сих пор занимал достаточно высокие лидирующие позиции, для того, чтобы не сокращался приток денежных средств, которые получает производитель от данного продукта. И далее наступает следующий этап – это спад. В данном этапе сбыд сокращается, прибыль становится очень низкой или близка к нулю, приток денежных средств очень маленький, пользуются этим продуктом уже только консерваторы, то есть это те туристы, которые привыкли к конкретному продукту, предпочитают только его и не хотят ничего не менять. Конкуренция начинает ослабевать, многие из конкурирующих компаний либо перестают заниматься данным продуктом, либо пытаются его каким-то образом адаптировать и переделать. И стратегия любого производителя в этот период – это повышение производительности становится. То есть нужно сделать так, чтобы этот продукт стал вновь интересен. Каким образом это сделать, то, что касается именно туристического продукта, мы с вами поговорим чуть позже. Итак, чуть подробнее о каждом из этапов. Внедрение – это начальная стадия жизненного цикла, на которой создается рынок для нового продукта. Он характеризуется медленным темпом роста, объема, продажи и возможностями и потерями из высоких затрат на производство и маркетинг, особенно рекламу, для того, чтобы этот продукт стал известным и популярным. На этом этапе только один или две фирмы находятся на рынке, конкуренция отсутствует или она незначительна. И продолжительность стадии внедрения варьируется в широких пределах и зависит от качества продукта, степени его соответствия нуждам потребителя и правильно выбранной стратегии маркетинга и последовательной ее реализации. Смотрите, когда мы говорим о стадии внедрения, очень важную роль играет в данном моменте именно маркетинговая среда и именно маркетинговый анализ. Потому что можно создать достаточно интересный туристский продукт, который должен быть востребован по всем расчетам и должен быть интересен, но не своевременно выпустить его на рынок. Например, если не были учтены все особенности. Например, если в данный период времени возникли сложности, связанные с какими-то политическими отношениями. Например, рост курса валют. Очередной какой-то финансовый кризис. Либо какие-то природные катаклизмы, которые не так давно произошли в том регионе, который хочет открыть туроператор для продаж. Поэтому с этой точки зрения можно вывести новый продукт на рынок, но при этом он не будет иметь того успеха, на который рассчитывалось изначально. И в этом случае дальше развитие продукта уже не пойдет. То есть он остановится на этапе внедрения, его просто снимут с производства, уберут из продажи и не будут заниматься более этим продуктом, либо будут нести постоянные потери или убытки. Соответственно, в данном случае всегда очень важно правильно провести макетинговый анализ перед тем, как выводить новый продукт на рынок. И туристический продукт, естественно, является не исключением. Очень часто бывает, когда, например, в начале сезона многие хотят ввести какую-то новинку, открыть что-то новое, но при этом, например, не учитывают обстоятельства, которые резко неожиданно произошли. Например, какие-то политические катаклизмы или, соответственно, какие-то, может быть, волнения внутри той страны от того региона, о котором идет речь. Вывести продукт на рынок все равно уже остановить процесс невозможно. Продукт выводится, но в течение короткого периода времени снимается полетная программа или закрывается данное направление на неопределенный период времени. То есть в этом случае, конечно, здесь предсказать, как будет себя вести тот или иной туристический продукт на рынке достаточно сложно, потому что туристический продукт, он очень сильно подвержен влиянию внешних факторов, на которые, к сожалению, он спрогнозировать и отреагировать никак не может. Стадии роста наступают с признаниями покупателя продукта и быстрым увлечением спроса на него. Сбыт расширяется, а за ним растет и прибыльность. Прибыль на единицу продукта Относительно высокие прибыли привлекают новых производителей, конкурентная борьба обостряется. Фирмы, раньше других предложивших продукт, имеют значительные конкурентные преимущества. Несмотря на это, они должны заботиться о дальнейшем совершенствовании своего продукта, поскольку опоздавшие предприятия будут стремиться его улучшить и развить, чтобы потеснить лидера. То есть, у тех, кто будет конкурировать уже с выведенным продуктом, есть одно небольшое преимущество, но оно немаловажное. Они могут уже проанализировать тот рынок, на котором работают те, кто внедрили данный продукт, посмотреть на его прибыльность, посмотреть на его слабые и сильные стороны и вывести уже более усовершенствованный продукт, который будет более интересен и более популярен среди потребителей. Стадия зрелости. Она характеризуется замедленным ростом объема продаж, его стабилизацией и даже падением по мере насыщения рынка. Большинство потребителей уже приобрели продукт, их круг практически не расширяется. Особое значение приобретает феномен верности, который побуждает вновь воспользоваться уже известным продуктом. Поскольку спрос все еще значительен, на рынок продолжают проникать новые фирмы. Конкуренция достигает максимума. Прибыли начинают уменьшаться, хотя остаются достаточно высокими. На стадии зрелости основные условия фирмы затачиваются на сохранении своей рыночной доли и увеличении объема продаж. Они снижают цены, проводят активные рекламные кампании, дифференцируют продукт и улучшают его качество. В противном случае подруг просто теряет свои позиции на рынке и оказывает на стадии спада. То есть именно на стадии зрелости, хотя здесь прибыль является самой высокой за весь прежденный цикл товара, здесь вновь начинают возрастать и затраты самого производителя, потому что необходимо поддерживать интерес к данному продукту. Соответственно, точно так же производители начинают вновь вкладываться в маркетинг, в рекламу, расширение рынка, адаптации продукта, расширение линейки, увеличение спроса. Пытаются каким-то образом адаптировать данный продукт для того, чтобы он становился все более интересным и интересным. Далее деледует спад. Он проявляется в резком сокращении объема продаж и прибыли. Он часто обусловлен изменением потребности покупателей или появлением на рынке новых продуктов. На стадии спада у фирмы есть несколько альтернативных вариантов действия. Во-первых, можно уменьшить существующее предложение, а во-вторых, оживить продукт и таким образом укрепить его положение на рынке или пересмотреть каналы сбыта. И в-третьих, прекратить выпуск продукта. Какое из трех направлений выберет фирма определяется конкретной ситуацией. Соответственно, когда мы говорим с вами о продукте именно туристическом, после стадии спада, как раз-таки после того, как выбирается какое-то из данных направлений, которое будет развивать далее компанию, существует несколько видов жизненного цикла, который может пройти продукт. Смотрите, он может пойти по пути бума, то есть будет резкий всплеск и, соответственно, длительная задержка на стадии зрелости. Может быть резкое увеличение, но при этом резкий спад. Это когда, например, выходит какой-то продукт, который касается конкретного какого-то периода времени. Например, Олимпийские игры. То есть для них точно так же будет создаваться определенный туристический продукт, который будет интересен только в течение определенного времени. Сейчас до сих пор, например, после Олимпийских игр в Сочи, Сочи находится на все еще стадии зрелости. То есть его объемы и продажи на счет отстроенных объектов Олимпийского наследия до сих пор остается очень еще востребованными. Но постепенно приходят в негодность объекты, которые начинают требовать ремонта. Страдает количество, страдает качество и сервис, потому что огромное количество посещает за период времени. То есть и зимний, и летний. Сочи до сих пор становится... Сочи у нас являются одним из самых интересных продуктов, потому что они адаптированы за счет не только Олимпийских игр, но и, в принципе, того, что стали круглогодичными. Если раньше Сочи это была в основном здравница, которая принимала только в летний период времени, сейчас она интересна круглый год. Интересна с точки зрения Олимпиады, с точки зрения Черноморского попереджа, с точки зрения того, что вновь отстроена практически полностью и реконструирована Красная Поляна, которая делается очень интересными зимой. То есть увлечение этим продуктом дает возможность оставаться вот на такой волне. То есть понятно, что в летний период времени все равно интерес данного продукта будет гораздо сильнее. Поэтому, соответственно, он будет идти вот такими волнами. Резкий спад, подъем. Резкий спад, подъем. Продолжительное увлечение. То есть это продукт, когда он находится очень долгий период времени в состоянии зрелости, потом наступает спад, потом снова идет волна подъема зрелости, потом снова спад. То есть это, так скажем, не зубчиковая такая структура уже у графика. Она более плавная, с затяжными такими гребнями на пике. И данный продукт, наверное, можно охарактеризовать именно турецкий. То есть вот он у нас находится вот в таком постоянном состоянии. Тоже становится все более с каждым годом интересно Турция не только летом, но и зимой. Но, конечно, вот этот пик, длительность сезона с ранней весны до поздней осени дает возможность иметь интерес к этой стране. Следующее, это так называемые модные тенденции. Вот здесь вы уже видите такую структуру резких пиков, спадов, подъемов, спадов, подъемов. Это так называемые модные направления. За последний период времени такими модными направлениями для нас стала Доминикана. Она у нас всплесками становится интересной. Когда были закрыты большинство направлений, Доминикана начала приобретать все больше интерес, стали открываться прямые перелеты не только из Москвы, но и из региона, в том числе и из Екатеринбурга. И, соответственно, стали больше вкладывать средства в это направление. Извеличилось количество и поток самолетов, которые идут в этом направлении. Стали развиваться и реконструироваться куворты, стали строиться новые отели. То есть начался всплеск. То есть появилась мода на данное направление в связи с тем, что у нас до сих пор очень большое количество регионов, в том числе Каримского бассейна, являются все еще закрытыми. Ну или нам привычные, такие как Таиланд, Вьетнам и многие другие курорты, до сих пор у нас не вернулись обратно к нормальному состоянию, к нормальному спросу. Они находятся в стадии стагнации очень многие, то есть на стадии спада очень сильного, а тем самым модные направления, так называемые, как когда-то было направление Шри-Ланка, Эмираты и любое другое, которое проходило через стадию моды. У нас сейчас, например, можно характеризовать это Доминикану. Следующее, это возобновление. То есть, когда у нас идет постепенный подъем, задержка, резкий спад, потом снова подъем. Возобновляемость, это в основном касается жизненный цикл курортов, которые все-таки имеют ярко выраженную сезонность. Например, если мы с вами будем говорить о горнолыжных курортах Австрии. Вот они имеют, что бы ни старались делать, они все-таки никуда не денутся. Или, например, Хорватия, только летнее направление. Все равно стараются ее, конечно, адаптировать, но тем не менее, все-таки это летнее направление. И вот эта возобновляемость с сезоном, снова наступает подъем, снова наступает рост, с окончанием сезона снова наступает спад. Вообще, цель любого производителя туристского продукта сделать так, чтобы вообще, в принципе, у нас все курорты и все вот эти направления были, конечно же, круглогодичны и независимы от сезонности. Но, к сожалению, это невозможно по ряду определенных причин. Например, интересности тех же горнолыжных курортов Альп, или, например, той же Хорватии, или, например, Норвегии, когда туда можно отправиться только летом, потому что в другой период времени замерзает проход через карстовые ледники, да, и, соответственно, невозможно посетить фьорды. И, конечно, это является только летним направлением. Но, тем не менее, очень многие продукты с течением времени перестали быть настолько ярко выраженными сезонами, как это было раньше. Раньше вообще, в принципе, зимой призм замирал. То есть, в основном, это было, конечно, с весны по октябрь месяц. Где-то с апреля по октябрь. Это был период, когда самый был спрос, пик, да. Сейчас, конечно, такой яркой выраженной сезонности нет. Это, конечно же, стало возможным с открытием новых направлений, с открытием расширения полетной программы, с тем, что стали адаптировать курорты под то, чтобы они были интересны круглый год. И, соответственно, каждый из курортов, конечно, стремится к этому. Но понятно, что в сезон дождей, да, например, в том же Толанде или Льго, да, не будет такого высокого спроса, как зимой, когда у них начинается период, так называемый, сухой зимы, когда это пик притока туристов, за счет которых потом впоследствии вне сезона или в сезон дождей, да, выживает тот или иной курорт. И последнее, это провальный, то, о чем мы с вами говорили в самом начале, когда неверно выбрана стратегия обведения рынка того или иного продукта, неудачно рассчитано время, неудачно рассчитана ниша, на которую ориентирован продукт, например, неправильный расчет, только специализация на вип-туризм или, наоборот, только на среднем эконом-классе. То есть здесь тот период, когда нет ярко выраженного ни роста, ни пика, ни зрелости, есть просто внедрение, какое-то плавное течение и просто снятие с производства или снятие с продаж того или иного продукта. Кроме перечисленных наиболее часто встречающих кривых жизненных циклов продукта существуют и такие их разновидности. Сама концепция жизненного цикла может быть расстроена на так называемые дестинации или курорты, как мы привыкли их называть, которые западные специалисты считают ключевыми элементами туристского продукта. В своем развитии дестинация происходит несколько стадий. Их количество и названия в различных работах проводятся разные, но большинство ученых склонных к более дробному делению жизненного цикла туристского продукта на шесть стадий. Это разведка, вовлечение, развитие, укрепление, строгнация и упадок. Главным показателем перехода от одной стадии к другой служит изменение количества туристских прибытий, то есть количество туристов, которые прибывают на данную дестинацию. То есть мы с вами рассмотрели краткую версию. В данном конкретном случае мы с вами рассмотрим более широкий спектр тех состояний, которые проходит туристский продукт. Итак, стадия разведки, что она в себя включает? Она характеризует наибольшим числом прибытий, то есть приток туристов ограничен вследствие плохой транспортной доступности, места назначения и отсутствия в нем туристической инфраструктуры. Дестинацию посещают единичные туристы авантюрного типа, которые избегают центров скопления отдыхающих и публики. Их привлекает нетонутая природа и культурная достопримечательность. На этой стадии туризм оказывает слабое влияние на окружающую природу и культурную среду. Туристы не вызывают раздражение местного населения, они охотно вступают с ними в тесный контакт. Такой пример жизни вам приведу. Первый раз я посетила Шри-Ланку, это было 2014 год. Чтобы вы понимали, не существовало асфальтированных дорог. Не было автострад, не было развязок. То есть для того, чтобы добраться с одной точки в другую, это были просолочные дороги, которые достаточно тяжело было разъехаться даже двум автомобилям. Туристов было очень мало. Отелей было немного. Шри-Ланка только входила, так скажем, во вкус того, чтобы привлекать туристов из стран не только Великобритании, Англии и Америки, но и нацелилась на другие рынки. Спустя всего 5 лет я побывала там второй раз. То есть это две абсолютно разные страны. За этот период они настолько сделали большой скачок, но при этом, конечно, тоже и понесли определенные потери. увеличился очень сильно поток туристов. Изменилась аутентичность на стране и того, какой сервис они предлагали. Стало больше отелей, стали больше ремонтироваться и строиться новые отели. Появились дороги, появились автострады, связывающие между собой аэропорты, курорты. то есть огромный скачок, который они сделали, приносит как плюс той или иной развивающей дестинации, так и минус, конечно, безусловно. Поэтому это всегда нужно понимать, что в развитии того или иного курорта будет его уникальность, когда он только начинает свое развитие и, конечно, будет уже совсем другое сомнение, когда будет выходить на пик своего развития. Следующая стадия – это вовлечение. Наступает благодаря инициативе местных жителей, которые активно включаются в обслуживание туристов и организуют их прием. Число прибытий начинает расти, подталкивая местные власти к стаданию туристской инфраструктуры. То есть это тот период, когда начинается вкладывание денег в инфраструктуру. То есть понимают, что туризм может стать одной из основных статей доходов для того или иного района региона или курорта. И соответственно, конечно, власти, те, кто понимают это, и те, кто стремятся к развитию, они безусловно будут искать, каким образом увеличить вливание в туристическую сферу и вкладываться в то, что будет в дальнейшем приносить им прибыль. Стадия развития. Она характеризуется большим объемом туристских прибытий. В пиковый сезон число приезжих сравнивает или даже превосходит численность постоянных жителей. Турист становится выгодной сферой вложения капитала, привлекающей иностранные компании. Они инвестируют средства в современную инфраструктуру, но при этом до неузнаваемости изменяют облик нарождающейся дестинации. Ростом популярности и расширением въездного туризма потока дестинации сталкивается чрезмерной нагрузкой на территорию и быстрым износом объектов инфраструктуры. Возникает необходимость системе планирования всегда будет достигнут пик вмещаемости. Ни одна дестинация не является резиновой, сколько бы ни строили объектов. Есть определенные пиковые показатели, при которых начинают уже в дальнейшем впоследствии страдать и сама инфраструктура, и сервис, и вообще в принципе сам регион. И при этом уже соответственно если не контролировать это и не заниматься этим вопросом, то будет наступать обратный процесс. То есть будет не развитие, а обратная реакция, когда начнется испытывать негатив теми, кто приезжает в тот или иной регион, в связи с тем, что перенасыщение данной структуры уже идет. Далее стадии укрепления. Темпы роста прибытия замедляются, хотя в абсолютном выражении объем прибытия продолжает увеличиваться. Количество туристов превышает число местного населения. Рынок туризма принимает зрелые формы с учетом ведущих транснациональных корпораций. Далее стадия стагнации. Пик прибытий уже пройден. Дестинация утрачивает бывую привлекательность. Она существует за счет повторных визитов посетителей, приверженных данному туристическому центру. Перед дестинацией встает экологическая, социальная и экономические проблемы. То есть в любом случае все исчерпаемо. И если соответственно пользоваться этим безостановочно, то конечно наносится такой урон той или иной дестинации с экологической и социальной точки зрения, что если это вовремя не остановить и не заниматься этим, то это просто приведет к гибели данной дестинации как интересного продукта, к тому, чтобы даже возвратные туристы приезжали туда вновь и вновь. Ну и стадия упадка. Это завершает жизненный цикл туристского центра. Основная масса туристов, посещавших дестинацию, переориентировались на более молодые курорты. Въездной поток сузился и ограничивается теперь экскурсантами и посетителями на выходные дни. Одновременно отмечается оживление на рынке недвижимости. Туристские объекты, какие как средства размещения, выставляются на продажу, покупаются и перестраивают с новыми владельцами для использования нетуристских целей. Осознав не высшую нависшую над курортом угрозу, власти стремятся отдохнуть в него вторую жизнь путем изменения специализации. Таким образом на стадии упадка сдается импульс по вторному циклу. То, о чем мы с вами говорили, что не существует полностью смерти туристского продукта, он все равно будет перерождаться в той или иной стадии. Будут использоваться по-другому иные ресурсы, которые были созданы за период пока развивался этот центр. То есть будут отдавать под какие-то мероприятия, будут создаваться какие-то новые объекты, будут строиться какие-то новые культурные центры для того, чтобы вновь заинтересовать соответственно туристов для того, чтобы они снова возвращались в эту дестинацию. То есть не существует в полной мере понятия смерти туристского продукта, существует понятие его перерождения. Поэтому его жизненный цикл всегда будет сопровождаться тем, что будут варьироваться пики и спады. Не будет такого момента, что, например, его перестанет существовать. Например, когда закрыли границы с Египтом, он не был доступен для нас более пяти лет. Это же не означает, что он перестал существовать. Его, конечно же, посещали другие страны. Но при этом, конечно же, курорт пришел в очень сильный упадок. Сейчас он находится в стадии того, чтобы вновь стать интересным для туристов. А для этого им нужно возобновить инфраструктуру, им нужно наладить сервис, им нужно отремонтировать отели, им нужно новое дыхание, новое плевание. Но при этом, к сожалению, экологический урон нанесен достаточно серьезный. И, соответственно, с точки зрения, когда раньше туристы приезжали туда в основной своей массе, в большинстве своем, именно ради коралловых грифов, сейчас, конечно, уже такого биоразнообразия нет. Но, тем не менее, правительство все равно стремится сохранять хотя бы то, что есть, восстанавливать то, что возможно. и продолжать развивать Египет для того, чтобы он вновь стал интересным в таких же колоссальных объемах, как был интересен раньше наряду с той же Турцией. Туристские центры являются весьма динамичными образованиями, изменяющими стечение времени, продолжительность и жизненных циклов, и каждая стадия в отдельности различается в такой же мере, как и сами вместе нации. Транспортная доступность, государственная политика в области туризма, наличие или отсутствие дестинации конкурентов. Эти и другие факторы могут способствовать укреплению, ускорению или наоборот затормозить порождение разных стадий цикла. Известны случаи, когда развитие курорта приостанавливалось на одном из этапов эволюции. Те же туристские центры, проекты освоения которых обещают быструю и большую финансовую дачу, обычно беспрепятственно достигают зрелости. Не каждый продукт будет интересен. Не каждый продукт будет иметь такой же длительный жизненный цикл, как некоторые из ныне существующих. Но всегда будут появляться новые продукты, уходить на второй план, уже существующие, или будут видоизменяться интересы к тому или иному курорту, они будут перерождаться. Мы не можем с вами говорить о жизненном цикле именно туристского продукта, о так называемом понятии истинной новинки. Когда будете изучать маркетинг, вы будете изучать именно понятия видов продуктов, и в них будут существовать истинные новинки, так называемые. Так вот, в туризме они не существуют по одной простой причине, что невозможно пока на данный момент у нас открыт новый континент. Возможно, для нас станет в какой-то степени истинной новинкой, когда у нас массово начнёт развиваться космический туризм, но пока до этого ещё очень далеки. И всё же в чистом виде тоже нельзя это считать истинной новинкой, потому что космос всегда был, есть и будет, и он всегда существовал, мы всегда его изучали, всегда туда стремились. Соответственно, он будет просто перерождаться уже совершенно в другом контексте, и, соответственно, вот если у нас появится вновь, откроет обитаемую планету, на которой мы можем путешествовать, вот это, наверное, единственный случай, когда мы можем с вами будем говорить о истинной новинке. Всё остальное это уже существующие регионы, просто какие-то мы более развиваем с точки зрения туризма, посещаем, какие-то менее для нас пока развиты и интересны. В каждой стране существуют свои определённые курорты, которые интересны. Для одних стран это одни направления, для других стран это другие направления, в том числе, конечно, это связано и с транспортной доступностью, с финансовой доступностью, с интересностью, с культурным наследием тех или иных народов, потому что что-то кому-то интересно, кому-то это неинтересно совсем. Поэтому туризм никогда не стоит на месте и жизненный цикл он всегда будет меняться, то есть он всегда будет развиваться, то есть он всегда будет находиться на одной из тех стадий, о которой мы с вами говорили. Главная цель любого производителя туристского продукта для того, чтобы жизненный цикл имел как можно длительную продолжительность и как можно меньше периодов спада. Вот кратко то, что я хотела вам рассказать о жизненном цикле продукта. Более подробно вы с ним конечно будете еще знакомиться, когда будете изучать маркетинг и научитесь еще более подробно анализировать каждый из этапов и каждой стадии жизненного цикла продукта. Спасибо. субтитры Продолжение следует...